Церемония закрытия кинофестиваля стартовала ставшим уже традиционным проходом участников по красной дорожке и выступлением струнного лондонского кондур-квартета. Незаменимы и ведущие Максим Колосов и британская актриса Виктория Джорджвиль, которая продемонстрировала в музыкальном блоке свои замечательные вокальные данные. Вообще музыки на церемонии было много, поскольку и в фильмах она играет значимую роль. Ей и номинация отдельная посвящена. Обладателем диплома СИФа в этом году стал фильм Александра Баршака «Пилигрим». Он был снят в Сочи. Члены жюри отметили в нем и операторскую работу. Русская кинопрограмма, составляющая, в полной метре, где я в жюри была, она такая сильная. Русские кинографисты утерли всем нос. Я этого не говорила, но вы меня услышали. Я счастлива. Я увидела многих артистов в другом аспекте, даже режиссеры. Некоторые режиссеры, документалисты перешли в игровое кино. И вот этот симбиоз фантастический произошел. Я за них очень рада, потому что я их не узнаю, когда смотрю их работы. На фестивале свои работы представили киноматографисты из 19 стран, включая Россию. Из более 800 заявок были отобраны 14 полнометражных, 10 короткометражных и 8 документальных кинолент. В этом году кинофестиваль прошел под эгидой мирового женского движения, поскольку большинство членов жюри и режиссеры третьих конкурсных фильмов – женщины. И результатов кинофестиваля все они остались довольны. Программа у нас в этом году была сильнее. Мне показалось, что команда работала сплоченнее и организованнее. Мы уже более профессионально делаем наш кинофестиваль. И мне показалось, что город нам поверил, потому что в этом году рекламу они дали очень большую. Сифа появился исключительно благодаря Сочи и стал одним из значимых культурных событий. Кинофестиваль проходит на курорте уже третий год. Россия всегда задавала о том мировой своей литературе, своим искусством, сценическим искусством. И вот, мне кажется, этот кинофестиваль, он тоже внесет свою лепту довольно значимую в развитие не только российско-британских отношений, как говорят организаторы фестиваля, они очень этим гордятся. Мы можем показать наш замечательный город всем гостям, в том числе и гостям из-за рубежа, продемонстрировать свое гостеприимство, рассказать, какие мы необыкновенные, какие условия может предложить город Сочи. То есть, это в какой-то степени можно рассматривать и какую-то заявку на будущее. Раздавая награды лучшим художникам, постановщикам, режиссерам, сценаристам, операторам и актерам кинолент, члены жюри отметили, что Сифа может в скором будущем подняться до уровня Каннского фестиваля. А пока же он дает возможность выйти в свет начинающим мастерам. Лучшим документальным фильмом, по мнению жюри, стала картина режиссера Сары Мани из Афганистана «Одна из тысячи», а лучший короткий метр «Черная мамба» режиссера из Туниса. Учредитель и президент кинофестиваля по традиции вручил от себя три диплома и главный приз. Его получил фильм грузинского режиссера «Горизонт». Награду в виде позолочной статуэтки богини Радуги и Риды в этом году разделили и актрисы, представившие картины Верка Фуэте, и не чужие Веры Глаголевой и Натальи Ивановой. Этот же фильм получил специальный приз жюри.